Ну, я хочу сказать, что болезни делятся на божественные и кармические. Ну, например, люди хотят быть здоровыми, развлекаться, есть неумеренно, то есть всякие безбашенные вещи делать. А болезни божественные, они сдерживают человека. И еще, когда человек по-божественному болеет, вообще человек, который болеет и здоровый, почему говорят, что здоровый больного не поймет? Потому что абсолютно другое видение у более больного человека, который болеет и абсолютно здоровый, у них разное видение. И как бы там ни был проницателен этот здоровый человек, все равно у него не будет такого восприятия мира, как у того, у кого некоторые недуги или какие-то болезни такие. Но и вовсе я не призываю, чтобы люди болели. Просто когда человек, главное, чтобы он не страдал. То есть есть болезни божественные, то есть кармические болезни. Когда человек страдает в этой болезни, я против того. Ну, не то, что я против, а вот это плохо, когда человек страдает, там, мучается. Это да, это вот такая кармическая, может некоторые называть это испытанием каким-то, или кармической болезнью. А есть просто болезнь, когда человек, этот недуг с ним, он работает, в нем живет с этим недугом, принимает этот недуг. Из этого недуга он живет и воспринимает мир. Это совсем иное восприятие мира получается. Можно, когда человек там лечит себя каким-то способом, там, там, аутотренинг, скажем так. Вот. Если это помогает ему, пусть пользуется. Но тут главное не идеализировать, каким должен быть человек. Каким он должен быть абсолютно здоровым, долго жить, мало жить. То есть люди привязаны, там, к здоровью, к долгожительству. Просветленный же, или духовный человек, он не должен быть к этому привязан. Он должен понимать, как говорится, что Бог не делает все к лучшему. Но Бог, если он принимает божественное, никогда плохого не сделает. Вот. Человек может быть сдержан просто болезнью от каких-то, наоборот, излишеств в характере, еще что-то такое. Вот. И не надо идеализировать, есть таблетки, не есть таблетки. Нужно все использовать, это все божественное. Вот все, что создается и людьми, и природой, и то, и другое божественное. И таблетки, они тоже божественные могут быть, если они помогают вам противостоять. Значит, в этот период развития вам даны эти таблетки как в помощь. Если вы можете без таблеток, пожалуйста, значит, все в порядке. Значит, Бог говорит, что вы работаете над собой без таблеток. Если вам требуются таблетки, это тоже нормально. Потому что Бог тогда говорит, вот ты попал в то время, когда эти таблетки изобретены. Болезни Бог позволил как-то, чтобы вот тебе помочь в этом, эти таблетки. Поэтому тут не должно быть никаких предрассудков абсолютно. И разница здесь именно в страдании. Какие болезни, это вот в страдании заключается разница. Кармические они или божественные. И духовный человек, он не противится болезням. Он со всеми вещами, то, что Бог ему дает, он работает. Он принимает все абсолютно и работает, исходя из данной ситуации. Так что не надо беспокоиться, не идеализировать не надо. Надо принимать божественное и жить с этим. Бог, надо понимать, делает все к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok